По наблюдениям специалистов здравоохранения Республики Беларусь, массовая атака вируса гриппа чаще всего приходится на период, который начинается с середины января и продолжается до марта месяца. На данный момент в Брестском регионе наблюдается неэпидемический уровень заболеваемости. В настоящее время у нас в области и в целом по республике ситуация по заболеваемостям острыми респираторными инфекциями оценивается как стабильная, соответствует сезону года. И на сегодняшний день следует отметить, что случай гриппа не регистрируется. Простудиться и заболеть гриппом можно в любое время года, но чаще всего это случается в зимний период, так как иммунитет человека зимой наиболее ослаблен. Но им кажется, что грипп это безобидное заболевание, которым болеет почти каждый человек. На самом деле он очень опасен и может повлечь за собой серьезные осложнения. Осложнения, которые встречаются в первую очередь, это осложнения, касающиеся респираторного тракта, это бронхиты, трахеиты, пневмонии, осложнения, связанные с воспалением околоносовых пазух. Кроме того, грипп может вовлекать в процесс и другие системы, а именно сердечно-сосудистую. Как осложнение, это мы имеем миокардиты вирусные. Грипп также может касаться и центральной нервной системы. И как одно из осложнений, это проявление токсической гриппозной энцефалопатии. В борьбе с коварным вирусом подготовительные профилактические процедуры, а также прививочная кампания, имеют первостепенное значение. Сегодня на Брещине привито около 37% населения. Не стали в стороне и учреждения здравоохранения. Высокая готовность к госпитальной, диагностической и аптечной базе в этом году станет большим подспорьем в борьбе с гриппом. Однако медики рекомендуют подстраховаться и самыми простыми способами. Дополнительно к вакцинации необходимо вести здоровый образ жизни, употреблять продукты полноценные витаминами, белками, принимать особенно важные овощи и фрукты, особенно содержащие витамин С, это свекла, шиповник, клюква, цитрусовые. Можно принимать, желательно, конечно, под наблюдением врача поливитаминные препараты и иммуностимулирующие препараты, такие как, например, настойка леутеракока, женьшеня. В любом случае, несмотря на обилие средств против простуды и гриппа, нужно помнить, что болезнь лучше предупредить, чем лечить. Поэтому уделять внимание профилактике необходимые условия сохранения здоровья каждого из нас.